Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Буганформ» в студии Виктория Сащенко. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. Как создавать качественные условия для жизни населения и какие вопросы социальной сферы в приоритете? В Бресте прошло заседание по демографической безопасности. Уютно и комфортно должно быть зимой. В Бресте проходит комплексная проверка систем теплоснабжения к отопительному сезону. Водные артерии Бреста под присмотром. Мониторинг ситуации на реках и озерах продолжается. Об этих и других событиях прямо сейчас. На текущей неделе в Бресте прошло заседание областного совета по демографической безопасности. На повестке дня вопросы, связанные с развитием системы здравоохранения и образования, социальной защиты, совершенствования комплекса жилищного хозяйства. Кроме непосредственного живого общения в зале, на связи с городом над «Бугом» находились представители всех районных исполнительных комитетов. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Демографическая безопасность – одна из важнейших составляющих безопасности любого государства. В первую очередь, это большой комплекс мер, направленных на поддержание материнства, а также повышение престижа статуса женщины-матери в обществе. Сегодня в Брестской области делается многое для того, чтобы каждая представительница прекрасного пола чувствовала себя уверенно и защищенно. В первую очередь, это качественные условия для получения высоко квалифицированной медицинской помощи. Именно этот критерий позволяет Брестской области поддерживать естественный прирост населения. Социальная стабильность у нас есть, и это говорит о том, что рождаемость увеличивается. И если был прогноз до 12, а мы уже увеличили до 13,5 рождаемость, значит, с учетом, если еще удастся снизить еще больше смертность и увеличить рождаемость, значит, демографическое благополучие у нас в Брестской области будет хорошее. Область развивающаяся, станет молодой, хорошей, красивой, которой она и заслуживает быть. Особенностью демографической безопасности является то, что ее обеспечение зависит от состояния безопасности в других сферах – экономической, экологической, продовольственной, социальной. Об этом и не только шел предметный разговор во время заседания. В рамках мероприятия в одном зале собрались представители различных ведомств и структур, работа которых направлена на создание качественных условий для проживания населения. На повестке дня – вопросы организации студенческих отрядов, тема эффективности превентивных мероприятий, направленных на противодействие курению, ход выполнения противопожарных работ в домовладениях социально уязвимых категорий населения. Особое внимание во время заседания представители совета уделили итогам деятельности по созданию здоровьезберегающей среды в дошкольных учреждениях. Как отметил заместитель председателя Брестского области полкома Леонид Суприк, это как раз та структура в системе образования, которая может считаться достоянием республики. Здесь оказывается полный комплекс услуг по физическому, интеллектуальному и духовному развитию ребенка. Через систему дошкольного воспитания осуществляется очень серьезная поддержка молодых семей и семей с детьми. Я еще раз хочу всем напомнить, что сегодня финансирование содержания детей в дошкольных учреждениях нашей республики осуществляется родителями только частично, где-то примерно одно четверг только. В среднем это в старых ценах 2-3 миллиона рублей ежемесячно затрачивает местный бюджет на то, чтобы детский сад функционировал. И дети получали в полном объеме тот комплекс услуг, который сегодня предусмотрен государственными стандартами, которые выражены в государственных программах. Работа по созданию качественных условий для проживания населения, а также поддержки материнства и детства будет продолжена. По итогам заседания свои предложения представители Совета по демографической безопасности внесут в план мероприятий на 2017 год. Встретить зиму во всеоружии. Именно такая задача стоит сегодня перед предприятиями города и региона, ответственными за подготовку к отопительному сезону. Пока обрещане наслаждались летними днями, работники жилищно-коммунального хозяйства ремонтировали дороги и инженерные сети, котельные и водопроводно-канализационные объекты. Активно готовится к осенне-зимнему периоду и многоквартирный жилой фонд. Что уже сделано и готовы ли коммунальники дать отпор зимним реалиям, расскажет Виктория Драгобецкая. В тепловых узлах жилого фонда города подготовка к отопительному сезону достигла кульминационной точки. Сегодня работники ЖЖЭО проводят заключительные мероприятия – опрессовку и проверку оборудования. К слову, на обслуживание организации более тысячи многоквартирных домов с центральным отоплением. Все они должны быть готовы к зимним реалиям в срок до 1 октября. В избежании сбоев только одно – тщательная подготовка. Регуляторы проверяем, проверяем датчики, проверяем теплощетчики. Все с этим связано, чтобы потом зимой не было проблем с теплом в этом доме. В настоящее время КУБЖЭО города Бреста в полном объеме завершило работы по ремонту кровель. Более чем на 75% завершены работы по ремонту и техническому обслуживанию тепловых узлов, систему отопления жилых домов. Ведется работа, можно сказать, на стадии завершения работы по ремонту тепловой изоляции, остекление в подъездах и прочих остальных работ. Готовятся к предстоящей осени работники Брестского котельного хозяйства. В этом году предприятиям было запланировано заменить порядка 8 километров изношенных тепловых сетей. Половина этого плана уже выполнена. Среди них монтаж трубопровода во дворе дома по улице Красногвардейская. Уже в эту пятницу в дом поступила горячая вода. Такие планово-предупредительные мероприятия позволяют уверенно заявить – без тепла не останемся. В данный момент мы работаем по четырем объектам. Каждый из объектов находится в разной стадии. То есть это по Рокоссовского-2 уже обратную засыпку мы производим. Работаем мы на ПТУ номер 65 на Смирнова. Там мы приступили к демонтажу горячего водоснабжения сегодня. Ну и подходим к производству земляных работ по заводу ЭТЗ, значит, магистральный трубопровод. Там тоже серьезный объект. Модернизация теплоисточников – еще один необходимый пункт для безаварийной зимы. Еще в прошлом году в список ремонтируемых объектов попала котельная на улице Строительная Б. Сооружение 1981 года постройки постоянно давало сбои по передаче тепла в жилые дома. Поэтому как только от электротехнического завода оно перешло на баланс Брестского козельного хозяйства, его сотрудники вплотную занялись заменой старого оборудования. Поменяли тепловые сети, установили два новых котла. Сегодня налаживают работу третьего. Все это для того, чтобы котельная наряду с остальными 28 встретила холода во все оружие. На данный момент 5 штук уже сдано с 28. И проверить тепловые сети. Испытания на прочность практически уже более 90% закончены испытания. Сейчас южный городок на испытаниях еще находится. И центральные тепловые пункты тоже. Там есть два. Была замена оборудования, то есть энергоэффективные теплообменники пластинчатые, замена обычных трубчатых, которые раньше были установлены. Брестводоканал также не отстает от своих коллег в подготовительной гонке. Уже сегодня аналогичные мероприятия на объектах водопроводно-канализационного хозяйства выполнены на 90%. Близится к завершению работы по промывке сетей, подготовке канализационных насосных станций, очистных и водозаборных сооружений, объектов, с которых вода начинает свой путь к квартирам жителей города. Одно из основных направлений – это подготовка водопроводных сетей, канализационных сетей. На сегодняшний год запланирована перекладка порядка 1200 сетей водопровода, порядка 750 метров сетей канализации, также подготовка по ремонту гидрантов, водозаборных колонок и всего остального. В списке этой масштабной подготовительной компании, цена которой – тепло в домах, отключение горячей воды, которое вызывает немало нареканий со стороны жителей. Процедура неприятная, но необходимая. Как правило, она проводится два раза в год. Первый – после завершения теплового сезона в апреле-май, когда коммунальщики проводят испытания и ремонт теплоисточников, и второй – в августе. Как правило, где-то в августе месяце проводятся вторые испытания. Это уже после завершения всех ремонтных работ на тепловых сетях и на горячем водоснабжении. Повторные проводятся отключения, так называемые испытания. Это уже последние испытания, которыми мы делаем результаты, заключения, как мы входим в зиму. Необходимо с пониманием относиться к данной ситуации. Все работы выполняются только на благо жителей города Бреста, и чтобы не было никаких аварийных ситуаций для предотвращения их. Поэтому такие вот производятся отключения. Все работы по подготовке объектов города к осенне-зимнему периоду будут выполнены к 1 октября. До этого срока все потребители тепловой энергии, организации разных форм собственности, в том числе имеющие на своем балансе теплоисточники, должны получить паспорта готовности и во избежание штрафа зарегистрировать их в органах энергонадзора. Виктория Драгобецкая, Андрей Щербай, Эдвард Букуноч, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Совсем немного времени отделяет нас от того момента, когда начнется учебный год, и мальчишки и девчонки отправятся получать знания в свои родные учебные заведения. Каждая школа, гимназия, лицея, детский сад готовились к волнительной встрече на протяжении двух месяцев. Повсеместно проводились ремонты классов и групп, восстанавливались спортивные залы, облагораживалась близлежащая территория. Настал момент вынести вердикт и определить, какие учебные заведения справились с поставленной задачей и уже 1 сентября откроют свои двери. Сегодня в московском районе города практически повсеместно проходят так называемые приемки. Специальные комиссии проверяют созданные для ребят условия и подписывают паспорта готовности. В один из таких рейдов вместе с экспертами отправилась и наша съемочная группа. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Подготовка к началу учебного года в московском районе города сегодня идет полным ходом. Ежедневно специальная комиссия посещает учебные заведения разного профиля и выносит свой вердикт о надлежащей или ненадлежащей готовности детских садов, школ, гимназий и лицеев. В числе проверенных гимназия номер 6 имени Жукова. Здание старой советской постройки благодаря должному отношению со стороны учащихся и педагогов имеет достойный внешний вид. Кроме того, заручившись поддержкой местных властей, а также использовав самостоятельно заработанные средства, в учебном заведении к 1 сентября был проведен качественный косметический ремонт. Наша гимназия всегда отличалась тем, что мы старались, чтобы она была очень уютной, домашней, ну и по-своему стильной. И, конечно, лето – это не пора отпусков, лето для администрации и для учителей. Лето – горячая пора подготовки нашего учреждения к новому учебному году. Конечно, помогает государство в подготовке учреждений образования. И очень большую помощь оказывают наши родители. У нас замечательные родители, очень творческие, которым тоже не безразлично, в какое учреждение, в какие кабинеты приходят дети. И, конечно, мы тоже стараемся зарабатывать сами деньги. Мы оказываем платные образовательные услуги с октября месяца. Держать марку и не уступать по своей комфортности и уюту стараются все учебные заведения. Чтобы наши ребята приходили в школу как домой. Это задача, которую каждый год ставят перед собой педагоги и администрация средней школы номер 37. Учебное заведение уже готово встретить своих ребят. Имеет всю необходимую документацию, подтверждающую надлежащие условия пребывания и должную противопожарную безопасность. Примерно около 350 миллионов в этом году было потрачено на ремонт. В целом здание. Школа огромная, поэтому работы тоже очень много. Стараемся делать кабинеты, которые были бы не на один год, а на несколько лет. Это экономит наши средства, экономит труд людей, поскольку сейчас новые технологии, поэтому фактурные штукатурки. Стараемся обновить мебель, потому что прежде всего это делается для детей. Готовятся к началу учебного года не только общеобразовательные учреждения, но и учреждения дошкольного образования. Причем здесь стараются не только провести качественный косметический ремонт, но и разработать план по размещению дополнительных мест. Въезд леса номер 73 в этом году пойдет на несколько десятков ребят больше, чем в прошлом. Все благодаря программе по уплотнению уже имеющихся помещений. Условия для этого в саду имеются. Район, где размещается учреждение, молодой. И живут здесь в своем большинстве многодетные семьи, которые бесспорно оценят интересное перспективное нововведение. Дети соскучились по своим педагогам, дети соскучились по своим игрушкам. И родители, конечно, оказали огромное содействие, помогли создать ту красоту, которая сейчас в дошкольном учреждении. И она будет оценена детскими сердцами. Конечно, говорить о том, что все учебные заведения Московского района сегодня имеют полную боевую готовность, пока рано. К сожалению, все еще остаются на площадях территориальной единицы проблемные объекты. Однако их реконструкция, по словам главы администрации Вадима Кравчука, должна завершиться к началу учебного года. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Денис Величкевич, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. К другим темам. На лесной рыбок вверху брюхом. В чем причина замора? Прогулка по мертвой реке. Неужели лесную нельзя спасти? И это лишь малая часть заголовков статей, которыми пестрили средства массовой информации Бреста и региона в начале прошлой недели. Всему виной массовый замор рыбы на реке Лесная, который, к сожалению, стал почти ежегодным явлением на водной артерии. Кто виноват и что делать? Ответы на эти вопросы наша съемочная группа выяснила в ходе рейда по Каменецкому району со специалистами Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также отдела госконтроля за охраной и использованием водных ресурсов. Подробности в сюжете Виктории Драгобецкой. Подлещики были, шли окуньки, пискари, были щуки, тоже дохлые. Немного было дохлой рыбы здесь? Ну, дело в том, что я вышел, посмотрел, она что по течению понесла, понимаете, она все дальше и дальше. Тут цапель белых и серых, тут тучи сидели по берегу, ну, лавалили просто эту рыбу. По подсчетам местных жителей, это пятый замор рыбы за последние 12 лет. Ситуация повторяется так часто, что уже никого не удивляет. Новость о мертвом улове этого года вмиг разлетелась по всем средствам массовой информации, причем с фотографиями этого самого улова. Причина образования рыбного кладбища проста. Из-за сильных ливней река Лесная выходит на с берегов и затапливает пойму, а летняя жара ускоряет гниение, оказавшееся на глубине растительности. В итоге вода лишается кислорода, так необходимого для жизни рыб и раков разных. Здесь комплексы природных и антропогенных факторов влияют, то есть осушение территории, изменение гидрологического режима рек, а в последнее время и то, что поймы рек менее интенсивно начали использовать. Когда-то раньше выкашивали это луговое зелье, понимаете, ну, в смысле не зелье, а траву, вот были коровы, люди много держали, выкашивали, получается, вода сходила быстрее, она не цвела от этого лугового зелья. По мнению некоторых экологов, главный виновник массового замора рыбы – шлюз на лесной у деревни Дружба Брестского района. Именно он ухудшает проточность реки, во время дождей вызывает подъем воды и провоцирует размножение микроводорослей, которые еще больше усугубляют ситуацию. Однако ученые-гидрологи с этим утверждением не согласны, и на это у них есть веские причины. Шлюз находится в 60 километрах ниже по течению, чем проблемный участок с замором рыбы. При открытой одной створке шлюза фактически пропускается беспрепятственно весь сток воды, и перепады выше и ниже шлюза с порядка 10 сантиметров крайне незначительный. С учетом того, что по рельефу местности, вот река Лесная в районе Каменца, она больше, чем на 10 метров выше, то есть перепад местности, чем здесь. То есть влияние его крайне незначительное, распространяется буквально на несколько километров выше по течению реки Лесная. Во время рейда по правой стороне реки Лесная в деревне Угляны Каменецкого района специалисты обнаружили всего одну особь мертвой плотвы и много мальков. И это на несколько километров по реке за час езды на лодке. Конечно, явление замора доказывает тот факт, что дефицит кислорода в водоеме все же имеет место быть. По мнению специалистов, ситуация не катастрофична и уже сегодня нормализуется. В течение двух недель уровень кислорода в воде в районе деревни Угляны Голый Барок был около нуля. 0,1, 0. В настоящее время ситуация нормализовала содержание кислорода на вчерашний день уже около 6, при норме 6. Сегодня пользователям рыбных угодий в Каменецком районе направлены рекомендации по скашиванию травы в пойме реки и проведению других мероприятий, призванных установить замор. Пока данная мера самая действенная против природных катаклизмов, которая способна изменить печальную статистику мертвого улова прошлых лет. Продолжаем выпуск. Несмотря на то, что древненародный праздник Ильиндень уже позади, а он, как известно, знаменует запрет на купание, люди не упускают возможности в выдавшийся солнечный день уходящего лета провести около водоема. В особенно жаркие дни наплыв граждан на пляжах весьма ощутимы. Несмотря на незначительное уменьшение температур, купающиеся все же есть. А потому по-прежнему подконтрольны объекты отдыха брещан. Спасатели и работники освод внимательно следят за обстановкой с целью недопущения трагических случаев на воде. К делу подключилась и активная молодежь города – представители молодежного отряда охраны правопорядка. О том, как в эти дни осуществлялась профилактика гибели людей на водоемах, об обстановке в целом вы узнаете из следующего материала выпуска. Безопасный отдых граждан на водоемах – тема не утрачивающей актуальности. Август время от времени балуют жаркой погодой, а значит, лето не заканчивается. И даже народные поверья, которые гласит, что после православного праздника, или и пророка купаться нельзя, не пугает горожан. Учитывая ситуацию, работники МЧС и освод не теряют бдительности под контролем водные объекты. Во главе угла широкомасштабная профилактическая работа с населением. С начала года зафиксирован 51 факт небезопасного отдыха граждан на водоемах, реках, каналах, карерах, прудах и котлованах. Неутешительная статистика – зеленый свет для принятия эффективных мер. Вопрос стабилизации ситуации был вынесен на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Брестском обл. сполкоме. Было принято очень серьезное решение. Один из позиций, который – это прежде всего очень такой конкретный осмотр водных объектов, на чем балансе они находятся, со стороны хозяйственников. И там, где купание запрещено, не рекомендуется купаться, поскольку опасны могут быть моменты. Там надо предпринимать соответствующие меры. Прежде всего, разъяснение. Но если это не помогает, то упреждение и даже принуждение в том отношении, что там купание запрещено. Конечно, одна из рекомендаций – это рекомендовать не реализовать спиртные напитки на таких объектах. Поэтому это даже по логике видно. Люди пришли отдохнуть физически, культурно. Поэтому какие могут быть там напитки спиртные? Ни в коем случае. В жаркий период мониторинга коснулись места для купания сего региона. Обстановку в районах области внимательно изучал начальник Брестского областного управления МЧС Республики Беларусь Константин Шершунович. Работа в деле предупреждения гибели людей на воде сегодня не прекращается. Рейдовые группы спасателей осуществляют контроль над местами отдыха людей, беседу с гражданами, предупреждают об опасности. Великая роль представителей ОСВОД в общем деле. Именно они пристально следят за порядком на своих объектах, выявляют нарушителей, предупреждают трагические случаи. Основная причина гибели – нетрезвый человек. Это человек, который не контролирует свои действия. Естественно, это приводит к трагедии. Среди других причин трагедии по-прежнему неизменными остаются нарушения мер безопасности, невнимательность, неумение плавать, купание в запрещенных местах. К сожалению, даже запреты и предупреждения не всегда способны остановить граждан. Не пугает и привлечение к административной ответственности. Штрафы за купание в запрещенных местах. В области таких определено 258. В то же время 156 нарушений зафиксированы территориальными органами внутренних дел. Этот показатель красноречиво свидетельствует о том, насколько беспечным является отношение людей к своей безопасности. А для того, чтобы ярко обозначить для брещан места, где купание строго запрещено, за дело взялись представители молодежного отряда охраны правопорядка. Активисты БРСМ вышли на пляжи, чтобы установить самостоятельно изготовленные информационные таблички. Таблички будут установлены на центральном пляже, который находится на набережной, на спасательной станции, которая находится с обратной стороны реки Муховец, на пляже на Грибном канале, а также на так называемых Голубых озерах, которые находятся в районе деревни Гершоны. В любом случае это будет препятствием. То есть они будут видеть данные таблички. То есть когда нет табличек, это гораздо легче. В любом случае нужно использовать все меры, которые только возможны. Но не стоит забывать, выбор по-прежнему остается за человеком, подвергать свою жизнь опасности или последовать элементарным правилам безопасности на воде. Решать каждому, стоит ли необоснованный риск последствий самых необратимых вопрос, который стоит задать самому себе. София Бережная, Дород Букунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите новости на канале Бук-ТВ. Продолжаем говорить об актуальном, важном и интересном. Международный конкурс зенитчиков «Ключи от неба-2016» успешно завершился для солдат 115-го зенитного ракетного полка. При выполнении упражнений военнослужащие Брещены доказали – силы, мужество, выносливости им не занимать. С соревнований, проходивших на полигоне Ашулук в Астраханской области, защитники неба вернулись на текущей неделе. На родине призеров масштабного конкурса встречали торжественно с хлебом и солью. О том, как это было, о тех, кто представлял Беларусь на международных стартах, расскажет наш корреспондент София Бережная. Соревнования на полигоне Ашулук в рамках армейских международных игр 2016 запомнятся военнослужащим 115-го зенитного ракетного полка величными выступлениями и масштабом. Российский конкурс по противовоздушному бою оставил положительные впечатления, собственные результаты – почетное второе место, вдохновили и придали уверенности перед будущими учениями. В гостях, как известно, хорошо, однако за две довольно непростые недели военнослужащие успели соскучиться по родине. Брест вновь. К военным будням они возвращались с радостью. Встречены были, как и полагается, победителям торжественно. Впечатление, конечно, неописуемое, незабываемое. Это было нечто просто. Особенно, ну, естественно, финальная часть, по которой все говорят, то, что Республика Беларусь отстрелялась на отлично. Немногим военнослужащим, я считаю, в срочной службе вообще упадает такая честь увидеть боевые пуски таких ракет. Стоимость ракет очень высокая. И как бы в Беларуси эти пуски делать вообще невозможно. Только на территории Российской Федерации. Поэтому, ну, в общем, нам очень повезло с этим. Команда военнослужащих 115-го зенитного ракетного полка в составе 18 человек представляла Беларусь в единственном числе. Защитники неба проявили себя в таких испытаниях, как заряжание пусковой установки. Вождение крупных многоосных автомобилей выполняли тактическую задачу, предусматривающую переведение техники зенитно-ракетного дивизиона в походное и боевое положение. И, наконец, работали с имитированными пусками по реальной авиации. Притоком всех упражнений наши солдаты уступили первенство россиянам. Однако обошли серьезных соперников из Казахстана и Китая. Подготовка наших расчетов не прошла зря. Все потраченное драгоценное время пошло на пользу. И результат был налицо. И те результаты во всех практических конкурсах мы вместе с нашими российскими коллегами, потому что других соперников у нас не было, все остальные команды, и Казахстан, и Китая, такие посредственные команды. А команда Российской Федерации действительно была хорошим конкурентом. Во всех этапах мы шли с ними плечо к плечу. Ну а последний, самый важный для нас, для зенитчиков, этап – это боевая стрельба. Он показал, что наши расчеты лучше всех. В соревнованиях такого уровня белорусские солдаты принимали участие впервые. Это и стало отличной мотивацией при подготовке. Тренировались на родине в Бресте, осваивали сложные упражнения, оттачивали военное мастерство. Высокий результат команды 115-го зенитного ракетного полка стал стимулом для солдат других дивизионов. Впереди военнослужащих ожидают многочисленные полевые выходы, тактические учения, где они смогут проявить себя и в очередной раз доказать – в зенитно-ракетных войсках служат настоящие защитники неба, для которых любые сложности по плечу. Что касается ближайших планов, то у нас уже сегодня идет полевой выход одного из дивизионов. На этой неделе с этим дивизионом будет проводиться тактическое учение. Со следующей недели начинается полевой выход третьего зенитно-ракетного дивизиона, который сегодня получил новую технику. И по окончанию полевого выхода с ним также будет проведен первый этап тактического учения с боевой стрельбой, после чего 31 августа боевые расчеты первого и третьего дивизиона и командного пункта отправятся снова в Ашулу выполнять боевые стрельбы. София Бережная, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрели итоговую программу БУК-Информы. Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БУК-ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-6367, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу БУК-Информ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте БУК-ТВ.БУАЙ. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов, все это вы найдете на сайте телекомпании БУК-ТВ.БУАЙ, а также на нашем канале в Ютубе. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. И с ними всегда есть что обсудить. Беспрецедентная акция от Велком. Безлимитные звонки во все сети на 90 дней. Для новых абонентов тарифа все говорят. Подробности на Велком БУК-Информ. 14-15 августа город Брест будет находиться под влиянием фронтальных разделов и неустойчивых воздушных масс, поступающих по периферии североатлантического циклона с акватории Балтики. А потому в воскресенье 14 августа возможны дожди, грозы. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 13-15 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 23. В понедельник 15 августа ночью местами днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью плюс 13-15, днем воздух прогреется до плюс 20. Атмосферное давление существенно не изменится.